Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в русский подкаст номер 11. Мы сейчас находимся в Шотландии. Погода ужасная, я замерзла. Если вам нравятся мои подкасты и подкасты, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. А сейчас мы с вами едем в Эдинбург встречаться с гидом Ильёй. Илья работает русскоязычным гидом в Эдинбурге. Ну всё, пошли! Илья, скажи, пожалуйста, в Эдинбурге много русских? Профессора, учёные, общие работники. Вторая категория – это специалисты в области IT, банковской сферы. Вообще шотландцы учат русский язык? Шотландцы на самом деле очень любят русский язык и русскую культуру. Правда? Очень многие изучают её. Да. Примерно человек 40-50 каждый год изучает русский язык. Много вечерних курсов есть. То есть шотландцы многие интересуются русским языком и русской культурой. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты уже живёшь в Эдинбурге? В Эдинбурге я живу... В следующем году будет 20 лет. 20 лет? В 97-м году я приехал сюда. В 97-м. Хорошо. И когда ты приехал в Шотландию, что тебя удивило? Что было не так, как в России? Первое, что меня удивило, это был климат. Когда я приехал в мае, это была весна, был очень сильный дождь. И дождь лил, наверное, месяца два. Интересно. Хорошо. И чем ты занимаешься в Эдинбурге? Сейчас я работаю гидом и организую экскурсию по Шотландии и по Великобритании. Север Англии, Йоркшир, Озёрный край, Уэльс, кстати, тоже. То есть практически Север Великобритания, за исключением Лондона, потому что у нас есть там свои хорошие гиды. Хорошо. И русскоязычные туристы приезжают в Шотландию? Да, достаточно много. Конечно, здесь меньше туристов, чем в Лондоне значительно, но достаточно все-таки приезжают. И не только русскоязычные, но и англоязычные. Я часто работаю с туристами из Америки, из Индии. Что их интересует в первую очередь? В Шотландию вообще? Ну, наших русскоязычных туристов в первую очередь интересует культура, мне кажется. То есть люди сюда приезжают узнать о шотландской культуре, литературе, ну и, конечно же, виски. Вот, все любят пить виски. Ну и пиво тоже, кстати. Хорошо. А тебе больше нравится виски или пиво? Ну, я вообще специализируюсь в основном на виски. О шотландской кухне я знаю хаггис. Хаггис. Это, ну, русским нравится это блюдо обычно? В основном, да. Многие его пробуют в первый раз, удивляются очень, но в основном всем нравится. Ты пробовала его уже? Я пробовала. Я знаю, что есть даже специальная поэма Роберта Бёрнза, традиционная, когда нужно этот хаггис проткнуть ножом. Да? Да, да, да. У многих туристов, у них такое представление, что шотландцы хаггис едят каждый день. Ну или там хотя бы раз в неделю. Вот. Я должен вот этот миф развенчать, потому что это бывает обычно где-то 2-3 раза в году. Обычно. И, кстати, самое главное на день рождения Роберта Бёрнза. 25 января. Татьянин день, кстати. Я знаю, да. 25 января это Татьянин день. И когда русские приезжают в Эдинбург, в Шотландию, какие они сувениры с собой увозят? Ну, вот первый сувенир, как ты, наверное, представляешь, это виски. Вот, в первую очередь. Очень популярны сувениры, сделанные из вереска. Вот. То есть вереск, который здесь растет на горах, и они его прессуют, делают такой, как камень драгоценный. Вот. Также популярен чай с вереском, когда добавят вереск. Ну и, конечно же, шерсть. Шерсть, а кашемир. Кашемир, шерсть, да, которую здесь изготавливают. А кильты? Нет? Ну, кильты тоже иногда покупают, но кильты его же очень долго изготавливают. Вот если вы закажете кильт, его займет изготовить где-то 3 месяца. Ах! Надо заказать его. Заранее надо. Да, да, да. А если ты должен найти 3 причины, почему нужно посетить Эдинбург? Какие это были бы 3 больших аргумента? Ну, во-первых, Эдинбург очень красивый город. И, думаю, таких городов не так много вообще есть в Европе и в мире таких красивых. Очень приятно иметь дело с шотландцами, они очень приветливые. Они очень приятные. Если ты стоишь с картой на улице, они могут к тебе подойти. Тебе обязательно кто-нибудь подойти, да, и будут что-нибудь предложить. Он может тебе пойти посмотреть. Помочь. Да, очень приветливые люди. Да, да, то есть люди очень приветливые, действительно. А третья причина, даже вот отрестность Эдинбурга, очень много парков. А скажи, пожалуйста, где мы находимся сейчас? Что это за место интересное? А, вот сейчас мы находимся в пабе, который называется Голова овцы. Этот паб считается самым старым пабом не только в Эдинбурге, но и в Шотландии. Ему 650 лет было. 650 лет. Больше даже. И еще вот то место, где мы сейчас находимся, это вот зал для игры в Skittles. Это шотландская игра, типа боулинга. Она напоминает боулинг. Красавец. Угу. Ну смотрите, надо что это делать. И бросать его в пиво вкусно! Беспотайте приятное животное. Илья, большое спасибо за интервью. Желаю успехов в твоей туристической деятельности. Спасибо, Татьяна. И тебе тоже. Спасибо, Татьяна.